Эта история Леонида Млечина, для тех, кому небезразлично наше прошлое, 30 лет назад в соседнем государстве, государстве, от которого теперь очень многие зависят, государстве, за которым все следят, произошли драматические события. Я имею в виду то, что происходило в Пекине 30 лет назад, весной и летом 1989 года, когда огромное число китайских студентов собрались на площади Тянаньмынь, требуя политических перемен. Именно в этот момент в Пекин прилетела советская делегация во главе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Это был не просто визит, а это было восстановление отношений между Пекином и Москвой после долгого периода, иногда враждебных отношений, отношения которые доходили до вооруженных конфликтов. И надо, что все это сошлось вместе. И если советско-китайские, потом российско-китайские отношения действительно наладились, тогда Михаил Сергеевич Горбачев встретился и с Дэн Сяопином, который не занимал высшего поста, но он был руководителем страны, и с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая Джао Цзеяном. И были произнесены эти исторические слова о том, что отношения между двумя государствами и даже между двумя коммунистическими партиями восстановлены, что период вражды остался в прошлом. Но события на площади Тянь-Аль-Мэнь, которые закончились подавлением студенческого волнения, танками и смертью, ну точно не посчитано, но не меньше двухсот человек тогда погибло. Эти события продолжают отзываться и в сегодняшнем дне. Поэтому так важно понять, что произошло. Не только потому, что история сама по себе важна, а эти события объясняют, что происходило в Китае после, что происходит сейчас. Площадь Тянь-Аль-Мэнь – это главная площадь в Пекине, ну как Красная площадь в Москве, на этой площади в октябре 1949 года, скоро будем отмечать годовщину, Мао Цзэдун, больше китайских коммунистов, объявил о создании народного Китая. Это огромная площадь, кто бывал, тот знает. 1989 год – это год, когда в Китае был подъем такого духовного движения. Дело в том, что прошло примерно 10 лет, ну 11 точнее, после начала экономических реформ. Начал их Дэн Сяопин на втором плену ВЦК в феврале 1978 года. И стремительное развитие Китая означало еще и духовное освобождение. Там было сделано очень много. Дэн Сяопин был таким крестным отцом всего этого, он занимал важный пост, но не главный. Генеральным секретарем был Ху Яо Бан, человек, который сделал много для того, чтобы избавиться от наследия Мао Цзэдун. Он реабилитировал тех, кто пострадал, он пытался ликвидировать наследство идей Мао Цзэдуна, которые подавляли духовную жизнь в стране. А главой правительства был Джао Цзэян, тоже партийный работник, который очень много сделал для движения Китая вперед. Он потом сам рассказывал, написал книгу «Воспоминания», которую я читал с огромным интересом, как он поехал в мир и увидел, каких успехов достигли повсюду, и стал думать о том, как же Китаю достичь таких же успехов. И на самом деле мы восхищаемся китайским чудом и думаем, что все это произошло само по себе. Нет, каждый шаг давался с трудом. Он пытался понять, а как вот огромные площади, которые находятся в жалком состоянии, как их превратить в современный городской ландшафт. Ему иностранные бизнесмены объясняли, дайте эти земли в аренду на 49 лет, и вы увидите, придут иностранные компании, все облагородят. И он это сделал. Но это нужно было убедить товарищей по партии, которые этому сопротивлялись. Он увидел, что сельское хозяйство в мире приносит огромные прибыли, а китайское было убыточным. И он понял, зачем же мы крестьянину объясняем, что ему делать, зачем мы заставляем крестьянина сеять то, что он сеять не хочет. Надо дать им в свободу. Дал крестьянам свободу. И сельское хозяйство Китая поднялось. Он увидел, что огромная возможность состоит в том, что многие страны избавляются от определенных производств, не знают, куда их деть. И эти заводы приземлились на территории Китая, благодаря дешевой тогда китайской рабочей силе стало производиться огромное количество товаров, которые пошли на экспорт. И в страну потекли инвестиции, потекли огромные долларовые прибыли. Но всему этому сопротивлялся огромный аппарат. Как только начались экономические преобразования, сразу резко выросла коррупция. И генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Ху Яубан стал жестоко расправляться с коррупционерами. А выяснилось, что все это не чужие люди. Все это родственники крупных партийно-государственных аппаратчиков. У всех семей. Все они пристраивали свои семьи к кормушкам. И как только Ху Яубан стал наказывать коррупционеров, он настроил против себя огромную часть аппарата. Аппарат обвинил его в буржуазном либерализме. Это был очень ловкий заход. И Ху Яубана заставили уйти. Генеральным секретарем стал Джао Цзеян. Дэн Сяопин наблюдал за всем этим со стороны. Он был заинтересован только в экономических преобразованиях, политических перемен. Он боялся. Он говорил о роли государства, что это как держать в руках птицу. Сожмешь слишком крепко, она умрет. Разожмешь ладонь, она улетит. Поэтому нужно соблюдать какой-то баланс. То есть что-то разрешать, но не очень много. А Джао Цзеян, который стал руководителем Китая накануне этих важнейших событий, считал, что, конечно же, людям надо дать возможность полноценной жизни. Нужно сдерживать их. Не нужно на них давить. И это настроение почувствовали. И китайская молодежь стала требовать очищения от коррупции, духовной свободы. А тут умер Хуяубан, бывший генеральный секретарь. И похороны его превратили в свою политическую демонстрацию с требованием, прежде всего, наказывать коррупционеров, не давать слишком много власти аппаратчикам. Молодые люди приходили на площадь Тянань. Мы не требовали этих перемен. И Джао Цзаян не видел в этом ничего дурного. Он-то не видел. А другие видели. Жесткие аппаратчики боялись любого выхода общества из-под контроля. И тогда началось это противостояние. Джао Цзаян считал, что надо разговаривать с молодежью. Надо с ней беседовать. Надо вести диалог. Нужно прислушаться к тому, что говорят люди. А аппаратчики считали, что это в принципе невозможно. Стоит только рожать руку, и птица улетит. И аппаратчики обратились к Дэн Сяопину и стали говорить о том, что генеральный секретарь Джао Цзаян еще хуже, чем Хуяубан. И что нужно от него избавиться, потому что это политический либерализм. А в этот момент прилетела советская делегация в голове с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И студенты просили Горбачева прийти на площадь Тянь-Мыни, выступить, потому что молодежь была восхищена перестройкой в Советском Союзе. А китайские аппаратчики были напуганы. Они страшно боялись волнений и распада страны. Но в Китае национальные этнические меньшинства составляют не такую уж большую часть населения, скажем, процентов 10. Но эти национальные меньшинства находятся на границах, на периферии. Китайцы страшно боялись распада страны. Михаил Сергеевич на площадь Тянь-Мыни не пошел, потому что его собственные советники им этого не советовали сделать. Он провел переговоры и улетел. А высшее китайское руководство приняло решение демонстрацию раздавить. Это произошло. Студентов разогнали. Погибло, я уже говорил, более 200 человек. Многих посадили. Джо Цзоян лишился своей должности. Был отправлен под такой домашний арест, хотя судить его не стали. Написал книгу воспоминаний очень интересную. И судьба Китая переменилась. Я знаю, что даже среди наших специалистов по Китаю, среди наших синологов, существуют разные точки зрения. Одни говорят, что да, это ужасно то, что произошло на площади Тянь-Мыни, но если бы этого китайские власти не сделали, Китай бы развалился. И бог знает, что произошло. И сотни миллионов беженцев побежали бы, может быть, даже и в нашу страну. Мы же рядом. Мы же соседи. Другие говорят, что нет, политические перемены дополнили бы экономические перемены. И это сделало бы развитие Китая стабильным. Мне представляется, что в этих словах есть резон, потому что мы видим, что происходит в Китае. Да, экономические реформы идут, но они сильно замедлились. И замедлились они из-за того, что не сопровождаются политическим развитием. Мы видим страну, которая вкладывает огромные деньги в вооруженные силы. Никто, мне кажется, столько не тратит сейчас денег на вооружение. Ну, кроме Соединенных Штатов, как Китай. Никто не строит так много военных кораблей, не строит так много оружия, как Китай. Выбрасывают огромные деньги Китаю, никто не угрожает. Китай поглощен огромными проектами, которые не столько экономически выгодны, сколько приятны для самолюбия вождей. Внутри страны все жестче и жестче режим, все строже и строже. Это мешает развиваться. Огромное количество государственных предприятий остаются убыточными. Знакомое нам по советским временам дело. И очень многие говорят, что прогнозы дальнейшего стремительного развития Китая, которые звучат в Пекине, не реализуются. Что, скорее всего, Китай уже достиг пределов своего развития, и дальше он будет сталкиваться в основном с проблемой. А решать их будет некому, потому что нет класса размышляющих политиков, которые могли бы предлагать различные решения. Но мы будем внимательно следить за тем, что происходит в Китае, хотя бы из тех соображений, что это наш важнейший сосед. Но чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в YouTube.